Электронные агрономы, интернет-порталы, решающие все проблемы бизнеса сразу и много чего другого предлагали молодые ученые из Саранска, чтобы разобраться в существующих проблемах и подготовить презентацию своих идей, им хватило 4 дня. Именно столько длится обучающий этап программы Escalab, на котором молодых и креативных учили придумывать правильный бизнес. Наш открытый университет Сколково проводит такие лаборатории по всей стране, потому что есть большая проблема, студенты, которые приходят в Сколково со своими проектами, мы, к сожалению, редко можем им помочь, потому что в основе их проекта лежат бесперспективные идеи. И больнее всего нам, ребятам, сообщать о том, что у них ничего не получится, потому что они не сделали важный шаг, они не проверили свою идею об рынке реальных экспертов или реальных потребителей. Поэтому на лаборатории мы, ваших коллег, которые сегодня будут выступать из университета, учили, как придумывать идеи, у которых будут большие перспективы. Аспирант Мордовского университета Сергей Грязнов вместе со своей командой предложил создать такой интернет-ресурс, который помогал бы малому и небогатому бизнесу решать свои проблемы. Пока только идеи, творчество, никакого бизнес-плана и конкретики, но все очень радужно, по крайней мере, в голове у разработчиков. Сколько денег придется вложить в реализацию, не думали. За четыре дня, конечно же, бюджет проекта трудно написать, чтобы он был успешным потом проект, чтобы денег хватило. Но мы предполагаем, что грубая оценка 3-4 миллиона рублей нам было бы достаточно для того, чтобы сделать пилотный этот проект, протестировать гипотезу. То есть, в принципе, именно такую сумму готовы предоставить фонду содействия инноваций. По сути, Эскалаб – большая школа для будущих предпринимателей. Их учит, как отличить настоящий полезный бизнес от благотворительности, как убедить в перспективности вложений инвесторов. Лучшие проекты попадут на всероссийский этап конкурса, а там, может, кто и денег даст на воплощение идей. Участники обещают, что в случае победы работать будут на территории Мордовии. Когда в Саранске откроются первые головные офисы крупных компаний, вот тогда станет понятно, ради чего все это затевалось. Людмила Кусерова, Игорь Гангаев. Наши новости.